В начале программы о подготовке к историческому событию, которое ждут миллионы православных верующих. В итальянский город Бари прибыла делегация РПЦ и многочисленные паломники из России. Центр всеобщего внимания – храм святого Николая. Уже завтра его пределы впервые за 930 лет покинет величайшая святыня христианства – мощи Николая Чудотворца. Спецрейсом их доставят в Россию, где в Москве, а затем в Санкт-Петербурге они будут доступны для поклонения. Репортаж Александра Черепниной. Базилика святого Николая – одна из визитных карточек итальянского города Бари. Но паломники со всего мира стремятся сюда, конечно, не ради этого открыточного вида. Чтобы попасть к святыне, нужно спуститься в подземную часть храма, в крипте, под престолом мощи Николая Угодника. Для их хранения была построена сама базилика ровно 930 лет назад. И за 930 лет святые мощи ни разу не покидали этого места. Сказать, что событие историческое, не сказать ничего. Поэтому и готовились к нему с особой тщательностью. Известно, к примеру, что российские мастера специально для путешествия святых мощей изготовили пуленепробиваемый позолоченный ковчег. Наша делегация уже прилетела в Бари, чтобы вместе с представителями Римской католической церкви сопровождать святыню в Россию. Нам, военному духовенству, особенно нужна его помощь. В первую очередь, то чудо, которое очищает сердца. Святитель Николай был тем угодником Божиим, который хранил внутри себя благодать Духа Святаго, который умел этим даром делиться, который призывал людей на молитву. Святитель Николай – один из самых почитаемых святых во всем христианском мире. В многочисленных чудесах, совершенных им сложены тысячи преданий. Он считается покровителем всех странствующих. И каждый год в Бари приезжают паломники и из России. Здесь без слез не бывает. Здесь такое чувство переживания, радости, воспоминаний. Все, человек накапливается определенный период времени. Он здесь ставит на свой, как сказать, оценивает себя. Кто ты, зачем ты, за кем и почему. То есть здесь момент откровения есть. Это большое счастье оказаться здесь, попросить святителя Николая помолиться за своих близких, за родных и за тех, кто не может сюда приехать, подать за них записочки. Где-то над Ташкентом у нас отказал один двигатель. И в самолете поднялась огромнейшая паника. В тот момент моя мама начала молиться. Самолет сел в Ташкенте. Для нас это было такое чудо. Николай Чудотворец нам помог. То, что святые мощи привезут сначала в Москву, затем в Петербург для верующих. Событие уникальное. Оно стало возможным после исторической встречи в Гаване в феврале 2016-го. Тогда о путешествии бесценной для христиан реликвии договорились патриарх Кирилл и папа Римский Франциск. Как ожидается в столице, очередь к мощам от храма Христа Спасителя может растянуться на километры. Ее хвост, предположительно, будет где-то у Крымского моста. На этом маршруте для паломников организуют пункты питания, будут дежурить медики. Очередь будет единая для всех. Мы не предполагаем никаких специальных отдельных пропусков, ни для каких организованных групп граждан, ни для представителей епархии, ни для представителей других поместных церквей, ни для инославов, ни для кого. Мы не предполагаем. Единственная группа граждан, для которых правительство Москвы и соответствующие структуры будут обеспечивать более беспрепятственный проход, это маломобильные группы граждан. Речь идет об инвалидах, опорной двигательной системой с одним сопровождающим и о грудничках с одним сопровождающим. Мощи доставят в Москву завтра, как раз накануне Дня памяти святителя Николая. Когда борт со святыней приземлится, все столичные храмы в честь этого события зазвонят в колокола. В храме Христа Спасителя праздничное вечернее богослужение возглавит патриарх Кирилл. Поклониться мощам можно будет до 12 июля. Затем реликвию перевезут в Александроневскую лавру в Петербурге, где она пробудет до 28 июля. Александра Черепнина, Ольга Меркулова, Первый канал.